В нас в свое время, в 90-е годы, видели такую послушную страну, которая открылась Западу, во многих случаях беспрецедентно открылась. Это все было принято за слабость, и для осознания того, что это не подобает России занимать такое подчиненное третье степенное место в глобальном масштабе, оно пришло не сразу, но последние 20 лет, мне кажется, мы обрели самостоятельность, мы вернули себе свое собственное достоинство, без него ни в жизни обычной человеческой ничего не получится путного, а тем более ничего не сделаешь на международной арене. И то, что мы создали прекрасную армию, то, что мы, опираясь на эту армию, отстаиваем свои интересы, интересы наших граждан гораздо более эффективно, то, что мы проводим глубокие экономические реформы, да, не без ошибок, не без торможения, вот последние полтора года пандемии коронавирусной инфекции вмешалось, но тем не менее, налицо поступательные движения. И далеко не всем это нравится, потому что наши западные коллеги, они привыкли руководить всем миром уже, ну, практически 500 лет, и вдруг появилась новая тенденция, тенденция по утверждению не однополярного, а многополярного миропорядка, поскольку растут и быстро развиваются новые центры экономического развития, центры финансовой мощи, ну, а с этим приходит и политическое влияние. Достаточно упомянуть таких наших по-настоящему стратегических партнеров, как Китайская Народная Республика, Индия, но отношения у нас выстраиваются добрые и взаимовыгодные с подавляющим большинством стран мира. Пытаются западные коллеги наши движения вперед затормозить, вы знаете, выискивают любые поводы для того, чтобы объявить односторонние незаконные санкции. Задолго до того, что произошло на Украине и до референдума, по итогам которого крымчане вернулись в Россию, Запад пытался уже встраивать такие ограничители в свои отношения с нами в надежде нас притормозить. Поэтому у нас никаких иллюзий нет. Мы, разумеется, будем, это мы давно уже сделали вывод, после волны вот этих рестрикций, которыми нас обложили в 2014 году, давно сделали вывод, что полагаться нужно прежде всего на свои собственные силы, и что в стратегических отраслях, и касающихся военно-промышленного комплекса, и в стратегических областях гражданского развития нашей экономики, мы должны полагаться только на себя. Будем оставаться открыты к взаимовыгодным кооперационным связям, к инвестиционному сотрудничеству, но всегда имея прозапас свои собственные ресурсы. Потому что западные коллеги доказали свою ненадежность и свою готовность ради геополитических выигрышей, которые они хотят достичь, грубо нарушать международное право, нарушать прерогативы Совета Безопасности ООН, который один и имеет право объявлять те или иные меры экономического принуждения. Вот, это контекст, в котором мы работаем. Продолжение следует...